Дорогие друзья, портал Экзегет приветствует вас. Мы отвечаем на ваши чудесные вопросы. Вопрос такой, как преодолеть ревность к прошлому жены? Во-первых, в Священном Писании написано, что муж, который берет женщину в свою семью, то он должен представить ее себе как церковь, не имущая скверны или порока или нечто таковое. То есть, когда человек принимает святое крещение, ему все грехи, которые были до крещения, прощаются. Также, собственно, и свадьба, когда муж женится, все грехи жены, которые были до свадьбы, должны быть прощены. То есть, муж, в принципе, не имеет права жене ставить на вид ее какие-то ошибки, которые были до брака. Просто не имеет такого права. И в этом смысле, если у вас какая-то ревность, то это связано с недоверием. Раз. Это связано с тем, что вы сами также грешите. У вас, по крайней мере, есть такое в мыслях. Собственно, добрый человек из доброго сокровища вносит доброе, а злой человек из злого сокровища вносит злое. Вы домысливаетесь за жену в худшую сторону. Самому нужно покаяться в этих мыслях. Раз вы думаете, что жена может смотреть налево, возможно, вы сами тоже иногда это делаете. Так что покаяние, перестать себя оправдывать, перестать жену считать виноватой. Если, конечно, она не дает очевидных поводов для ревности, то есть, если вам жена изменяет, ну, тут, конечно, даже Христос дал право на развод, сказал, что тот, кто разводится, кроме вины и прелюбодеяния, прелюбодействует. Но я очень надеюсь, что в вашей семье такого нету, и что вы просто будете жить с чистого листа. То есть, от дня свадьбы, не вспоминая ничего прошлого. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok